здравствуйте это канал максимация и мы сегодня снова будем с вами рассуждать и в эту рассуждал очку под названием вы нажмете кнопка короче говоря как вы можете заметить игра немножечко обновилась теперь фона стала менее ярким более каким-то приятным на глаз что ли и кнопка я не буду стала красного цвета короче я еще зарегистрировался в этой игре это кстати не просто так в конце видео вас ждет кое-какое небольшое задание ну а для начала прежде чем перри переходить вот к этим дилемам дилеммы называется это я узнал мы я сначала отвечу на ваши дилеммы которые вы присылали мне в комментах короче перемещаемся на вот это видео и первая дилемма ты можешь путешествовать во времени без пространственно временных континиумов но ты будешь чувствовать головные боли после каждого раза когда ты отправился в какой-то промежуток времени и вот тут возникает вопрос на самом деле насколько долго будут эти самые головные боли головные боли и у меня в жизни буали много-мnego-много раз это действительно неприятно но и но я в принципе но это в принципе терпимо для меня уже не привыкать если честно но тут действительно возникает вопрос какой период времени это происходит если там не знаю 10-15 минут то вообще без проблем могу потерпеть короче короче говоря давайте тут я соглашусь ой и пашпо микрофон ударил тут я соглашусь второе задира который доставал тебя доставал других срывал уроки доставлял проблем всему классу наконец-то наказывают было были такие у меня в жизни и очень много но тебе нужно активно отвечать на уроках даже если это твой самый ненавистный школьный предмет да это ну знаете как то это очень сложно самый ненавистный школьный предмет наверное химия и история вот химия вообще не вообще не шарю в химии ничего вот абсолютно не шарю в химии до сих пор но ну и по истории вот это вот все очень сложно учить сложно учить то что не очень сильно интересно если честно но тут тут на самом деле реально сложно наконец-то наказывают задирует окна и наказать и без этого могут так что давайте на всякий случай я скажу нет третья дилемма ты можешь повстречаться со своим умершим родственникам или питомцем до но тебе придется испытать самые худшие года своей жизни какие именно года все оставшиеся после этого что ли год года или какие-то определенные потом или какие-то или несколько последних годов жизни вот тут тоже непонятно тут надо было немного подкорректировать до конца ну не знаю на самом деле повстречаться со своим умершим родственникам или питомцам это реально было бы очень это было бы реально очень от такого отказаться было бы глупо если бы мне бы такое предложили но ради этого испытать отдали дальше худший когда своей жизни это никто никогда не встречал со своим умершим родственникам или питомцам ну и на ну и наверное ничего не начинать ты тоже говорю нет кстати говоря по телевизору как-то видел в какой-то программе там говорили через какие-то приборы нахак пытались найти связь какие-то помехи там слышали между загробным миром там типа это 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 все бред в которой я никогда в жизни поверю я уверен что и вы тоже собственно дилемма 4 ты умеешь рисовать и создаешь самые красивые картины вот этого мне умеет действительно но ты никогда не сможешь заработать на этом денег ну да почему бы нет почему бы нет это же можно делать не только ради денег обязательно ради денег ты можешь чем заниматься чем-то другим вполне а картины я могу и для себя рисовать просто просто вдохновлять родных и друзей своих почему бы нет я согласен да и пи и наконец пятое последнее от этого чувака там будет еще одна внизу ты можешь построить дом просто придумав его но у тебя появятся конкуренты которые намного популярнее и успешнее тебя ну я не знаю но эти конку эти конкуренты мне как-то вредят этим с этим делом у них свой дом своя жизнь пусть и сами делают свой дом как хотят меня вообще насрать вообще наплевать абсолютно пусть делают как хотят я построю свой дом какое который я сам захочу а то что они строят не мое это дело вообще не мое дело я согласен соглашаюсь так что тут и что тут еще так вот еще один подписчик дал мне дилемму получить делу получить девушку но она многое есть и пьет алкоголь кстати говоря у меня одногруппница 1 так похоже есть я нибудь ее имени называть эту вдруг увидит услышит но короче она она реально она много курит и много есть очевидно на реально толстый но в принципе она нравится у нее лицо очень даже у нее очень симпатичное лицо и характер то довольно дружелюбный будут print тут в принципе короче очень тут реально очень сложно но на самом деле я бы хотел бы девушку с нормальной стройной фигуры и у которых у которой бы вредных привычек таких не было ладно там пить алка пить алкоголь главное чтобы не не пьян давать прям сильно но вот курить курить вот это курить плохо реально так что тут тут скорее всего я скажу нет еще так и еще одна вот теперь точно последнее получить 1 миллион но через 10 лет ну господи и тут никакой обратной стороны нет и парада подожду 10 лет не так уж и много конечно согласен а там получу а там получу миллион вообще без проблем ладно теперь переходим к сам к собственной самой игре и первая дилемма которую мне игра сегодня предлагает это вы можете получить дом своей мечты даже если это гигантский особняк бесплатно но никто кроме вас не сможет там жить или даже приходить ну на самом деле вот это вот это вот уже немного труднее это реально сложнее тут ну как-то знаю грустно будет жить одному что если у меня жена и дети будут мне какой смысл гигантский особняк если я там один буду буду жить пусть и вторая половинка там тоже жить будет так называемые почему я не могу приглашать туда гостей и вот мне следующем мне в следующем году будет 20 лет юбилей будет я хочу многих родственников своих позвать я и на я на этом не рождение многих родственников позвал хочу следующее еще больше немного так что этот вариант к сожалению мне не подходит я нажму я не буду хотя 59 процентов все-таки нажали да ну если 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 отвечать какой-то человек одинешенек совсем то почему бы то почему бы нет так сам популярный комент нажать кнопку получить свободный дом в который никто больше не сможет войти ограбить банк составить копов преследовать меня кстати да вот это вот вот это кстати правильное примечание интересное в этом доме я буду хорошо защищен да ну тут сложно но мне и мне этот вариант не сильно подходит за мной меня никакие копы не ищут никто меня не пытается убить а мне я не хочу чтобы в мой дом не могли приходить мои друзья родные и все такое и все такое следующее вы получаете способность летать но вы теряете лучшего друга внезапно меня хотят выставить скотины которая хочет предать своего лучшего друга ради того чтобы получить способность летать вот это реально сложно давайте почитаем что пишут в комент я могу просто найти их обнаружена лазейка а это не сам популярный коммент потеряет лучшего друга это нормально они были связаны или что-то в этом роде у меня у меня лучших друзей несколько и тут одного я теряю или сразу всех интересно может быть мне какой-то каталог еще дадут чтобы выбрать кого именно я потеряю очень сложно очень сложно вот реально но летать было бы реально очень здорово я а я вот я его теряю и больше не без возврата я так понял очень сложно очень сложно давайте извините меня давайте я нажму на эту кнопку это все таки было бы интересно летать но все таки хотя все таки придавать лучшего друга при этом я даже не знаю очень очень сложная прям дилемма очень сложная сейчас была делена но впрочем если бы внутри тут реально сложно если бы если бы тут лучшего друга все таки это был бы лёха там например то тут то тут нет тут тут я бы нажал я не буду так все отменяем предыдущий ответ на вопрос отменяем это не в счет было я нажимаю все таки нет давайте следующий я так не и я не могу не могу предать друзей нет 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 забудьте что я сначала ответ нажал кнопку нет 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 отменяем это дело отменяем короче вы обретаете удивительные божественные силы но вы навсегда заперты на троне это но это как получай это же это что получается мы просто сидим на троне всю жизнь и вообще не можем с него встать никогда в конце концов божественные силы помогают мне передвигаться на троне собственно говоря буду летать трон будет летать вместе со мной правда если вообще не двигаться я буду толстеть и ужасно просто толстеть это никуда не выгодно я не согласен опять почти 50 на 50 результат практически такой же как прошлом вопросе ты становишься бессмертным но каждый год вам приходится убивать одного невинного человека чтобы это продолжалось невиновного тут я не не знаю вот пока я не знаю этого человека все в порядке тут вообще популярных кометов то нету мало видимо не так давно появился такой вопрос пожалуй я не буду этого делать если человек невиновен то зачем я его должен лишать жизни ни в коем случае нет да а вы можете вернуться в прошлое опять но вы можете вернуться только на одну секунду назад и если вы будете делать это неоднократно никогда не сможете продолжить всю жизнь вы застрянете в этом одном моменте навсегда навсегда тут даже рассуждать мне кажется ничего не надо я не буду этого делать потому что во первых в этом нет никакого смысла что мы возвращаемся только на одну секунду назад вот вот это вот отдал вот я без проблем прямо сейчас перед вами могу переместиться на одну секунду назад 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 так все разрываем это к это кольцо времени и давайте и нажимаем нет и тут рассуждать в принципе то нечего абсолютно бесполезной способности абсолютно бесполезно вы получаете 1 миллион долларов но ты умрешь через неделю пошли в жопу даже обсуждать ничего не будем не то ни этого миллион долларов этого абсолютно не стоит вернее смерть этого не стоит даже не знаю как более сказать ты станешь волшебником и отправишься ховер слова гарри поттер у нас пошел но ты никогда не будешь нормальным нормальным в каком смысле я буду уродливым я буду тупым или чё-то типа того что у нас комментах пишут я не могу задаться вопросом почему люди настаивают на том что я не буду вы были бы волшебником обладали бы способностями тогда у нормальной жизни так много ограничений но это реально очень странно конечно я не буду ненормальным я буду чертов волшебника ну да с другой стороны волшебник это же есть уже человек ненормальный я имею ввиду не такой как все так что если приглубиться к этому мнению я нажму кнопку да я согласен во всеми 6 процентов нажали да давайте следующий вы можете ездить так быстро как захотите и так долго как захотите после этого вам придется проехать вдвое большее расстояние медленно как улитка я не знаю нужно ли мне вообще ездить так быстро как долго и сколько я захочу это ради удовольствия что ли надо только но после этого вам придется проехать и вдвое большее расстояние медленно как улитка в принципе я не вижу в этом никакого смысла я и я и так я и так без этого прекрасно обойдусь нет не буду а тратить потом вдвое большее расстояние медленно как улитка это 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 наверное будет это наверное, придется не одни сутки сидеть в машине и терпеть это все. Нет, ни в коем случае. Не-не-не-не. Вы можете вылечить рак, но вы будете последним человеком в мире, который умрет от рака. То есть, в любом случае рак до меня доберется, но тут интересно, в какой именно момент он до меня доберется? На старости лет или вообще в любой момент или прям как только я вылечу рак? Не знаю, очень сложно. Там не сказано, когда ты умрешь. Вот действительно, я тоже об этом задался вопросом. Я бы мог просто зарабатывать гаджелоны долларов и продлить свою жизнь настолько, насколько это возможно по-человеческой. Затем уйти из жизни и дать своим детям эти гаджелоны долларов и спасти тонну человеческих жизней. В чем дело? Почему нельзя просто вылечить себя? Вот это действительно. Так что, короче, это немного странная дилемма. Я ее не до конца понимаю, поэтому я нажму нет. Как говорится, не под... Если ты под... Если тебя... Если ты подписываешь или нет, то, что... А то, чего ты не понимаешь, не подписывай это. Не надо. Впрочем, многие там нажали. Да, я смотрю. Вы можете жить столько, сколько захотите. Опять способности бессмертны. Но вы теряете способность говорить. Это... Есть, к сожалению, немые люди, которые реально... Не могут... Не могут говорить. Вот, кстати... Была недавно... Показывали у нас по телевизору какую-то программу. И там, короче, Какая-то девочка в 12 лет... В 12 лет она перестала говорить. Прошло еще 12 лет. В 24... До 24 лет она вообще не могла говорить. Когда случайно, вдруг, внезапно... Оказалось, что у нее в горле Попа оказалась монета, из-за которой она не смогла говорить. Ее как... Она наконец-то смогла говорить, как только монету вытащили. Ну, я не знаю. Как думаете, вранье, не вранье? Я, честно говоря, в это не очень-то верю. Как-то слишком уж что-то и не знаю. Крутое бессмертный убийца, который никогда не говорит... Черт возьми, да. Ну, не знаю. Мне говорить нужно, и поэтому, извините, я не согласен. Нет, извините. Это что такое? Новое достижение? Сделайте 10 вариантов решения дилеммы. Это после регистрации. Вот, тут у нас есть достижение. А, что-то не пропадает. Но, тем не менее, ладно. Продолжаем. Короче, вам повезло. Ничто никогда не пойдет не так. А, то есть мы будем обладать везением все время. Нам всегда будет везти. Но вашим друзьям и родственникам повезет все, что может пойти не так, пойдет не так. То есть, наоборот, то есть, наоборот, мне повезет, а вот всем моим друзьям и родственникам везти, наоборот, не будет. Они будут прокляты невезением. Тут уж, извините, меня опять хотят выставить скотиной, которая, можно сказать, таким образом предаст своих родственников и друзей, и обретет их на такое вот проклятие невезение. А мне будет всегда везти, и я буду доволен с собой. Но я не буду доволен тем, что будет не везти моим друзьям и родным. Я уже один раз облажался, когда нажал на кнопку, когда меня пытались выставить скотиной. Забудьте, пожалуйста, про это. Я искренне молюсь, извиняюсь. Я больше не повторю этого, и здесь не будет. Лучше уж будем полагаться на то, кому как повезет, как у нас обычно все есть. Дальше. Вы женитесь на девушке или парне своей мечты. Но тут в зависимости от того, девушке или парню задается вопрос. В моем случае девушке, конечно. Но вы слепнете, а слепнете, я так понял. А еще вас заставят усыновлять детей, хотя сексом вы все равно можете заниматься. Установлять детей, чьих детей заставят усыновлять. То есть я смогу жениться на девушке, но не смогу с ней завести ребенка, который родит. То есть мы не сможем стать биологическими отцом и матерью, что ли. Ну, усыновлять детей, это, конечно, хуже, чем рождать своих. В принципе, еще бывает такое, в принципе, планета. Но ослепнуть при этом, это уже сразу меняет дело, я не согласен. От видеоигр сложно отказаться. Ну, чувак просто о своем, блин, думает. Следующее. Каждый день на ваш банковский счет добавляется случайная сумма денег в размере от 0,01 до 100 долларов США. Но чтобы получить деньги, вам нужно рвать дважды в день. Рвать что? Рвать и метать? Я так понимаю. Вы можете выбрать, когда вас будет рвать. А, этот А, тошнить имеется в виду. Но вы не можете выбрать, насколько сильной она будет. Это никогда не будет опасно для жизни, но в худшем случае, вас будет рвать 2,5 минуты подряд, ваши зубы и пищевод не будут повреждены, и вы можете вообще не рвать в определенный день. Ну, то есть, каждый день меня будет тошнить, извините. И я уж как-нибудь без этого обойдусь. Это очень неприятно. Хотя 50 на 50 практически больше. Большая часть людей все-таки согласились. Но я не могу. Ты можешь стать любым персонажем Диснея, каким хочешь. Но ты жив только когда? Когда кто-то смотрит твой фильм. А это что получается вообще? Это получается, что... Это как будет работать? Вот это вот, мне интересно, как это будет работать? То есть... Когда... Может быть, это будет работать именно так. Вот я в какой-то мультфильм попаду, ну, там Черепашки-ниндзя, например, допустим. А, Черепашки-ниндзя, это не Диснея. Я не знаю, что у Диснея там из популярного. Есть Финнис и Ферп, например. Вот попадешь там... Туда, можно сказать, станешь кем-нибудь и... Но ты сможешь там быть, ты, наверное, сможешь быть там и участвовать там, только когда тебя смотрят кто-то. По всему миру наверняка будут смотреть очень много. А когда никто не смотрит меня, я буду... Это я буду просто заперт во времени на остановке. Либо я буду просто находиться в тот момент в обычном мире. Это очень сложно. Но если я при этом еще и не смогу по своему желанию просто отказаться от вот этой возможности, то это сложно. И я, наверное, нажму нет, потому что еще раз, то, что не понимаешь до конца, не подписывай, не надо. И да, и правильно сделал, что нажал. Я теперь Дарт Вейдер. Ну да. Дисней... Да, ну теперь это... Дисней относится. Дисней выкупил же Лукас Сарц. И теперь, собственно, последняя трилогия Звездных войн, Пробуждение Силы, Последний джедай, Скайуокер, Восход, они же уже из-под Диснея были выпущены. Дальше. У вас появятся возможности придумывать потрясающие идеи. А я и так... А что мне мешает и так придумывать потрясающие идеи? Недостаток интеллекта, недостаток ума, наверное. Но вы... Но вы становитесь чрезвычайно ленивым и редко выполняете задачи. Честно говоря, я и так чрезвычайно бываю ленивым и редко выполняю правильные и редко выполняю задачи. Тут как-то... А что... Вот реально, что мне мешает и так придумывать потрясающие идеи? Ну, недостаток интеллекта, конечно, этого может быть. Но его можно развить со временем. Я уж лучше буду его развивать, чем соглашаться на вот это вот дело. Я... А иначе, в противном случае я стану... Я стану еще более ленивым и еще более редко буду выполнять задачи. Пожалуй, я откажусь. У вас больше шансов выбросить 6 кубиков. Но у вас неконтролируемый страх перед числом 5. Я вообще... Если честно, в этом... Я, если честно, вообще ничего не понимаю. Это я так понимаю, куда играешь в какие-то игры, где кидаешь кости и там надо... И там будет больше шансов выбросить 6 кубиков. Я не знаю. Мне интереснее играть по чесночку, по-честному все. И сколько выпадет, столько выпадет. Это главное, чтобы интересно было играть. Я откажусь. Пусть... Давайте играть как есть. Неконтролируемый страх. Это я, извините, не хочу. Вы не даете сумасшедшему отрезать вам ноги, но вы теряете большие пальцы. Вот это вот... Вот это вот уже какой-то... Я смотрел Купленова. Купленова. Он играл... Он тоже снял 6 выпусков по этой игре. У него был... И в одном из выпусков был точно такой же вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Вот... Отрезать... Вы не даете сумасшедшему отрезать вам ноги, но вы теряете большие пальцы. Вот это вот... Как-то очень сложно. Именно только... Вот эти только пальцы мы теряем. Большие только. Ну, не знаю. В принципе, можно, наверное, пользоваться вот этими четырьмя пальцами, наверное. Но без... Ноги, наверное, дороже будут, чем... Эээ... 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 Ээээ... У меня вот этот двоюродный дед мой, про которого я говорил, что вот он умер в феврале, эээ... Он последние пять лет провел без ног, ему их ампутировали, у него там... У него гангрен там в высокой степени была. И он, короче, туп... Он, короче, просто в четырех стенах провел, вот, лежа в основном в постели на инвалидной коляске. Это очень неприятно. И... Жить одному в такой момент будет... Жить один в такой момент просто невозможно. Это будет абсолютно. Поэтому я нажимаю на кнопку Да. И... Но, впрочем, я буду очень надеяться, что... Эээ... Эээ... Меня никогда не поставят в реальной жизни перед таким выбором. Эээ... Короче, что у нас дальше? Северус снейл жив, но моли... Уизни... Нет, я не знаю ни того, ни другого, поэтому я не буду это подписывать, просто пройдем мимо. Вам платят 140 тысяч в год. 140 тысяч долларов или рублей? Но, и поскольку игра англоязычная, скорее всего, долларов. Долларов, вот 140 тысяч в год, если в рублях, то это вообще никуда не годится, это совсем мало. в год. Ладно бы в месяц, в месяц это очень даже хорошо, но в год это не годится абсолютно. А если тут доллары, то может быть. Но вам придется работать эээ... 66 часов в неделю в канализации. Нет, я не согласен, даже обсуждать на эту тему не буду. Постоянно будет чувствовать эту вонищу в канализации, вонищая, дермищая, нет. Собирай, какашки там собирать, извините, обойдусь. Вам будут платить тысячу долларов за каждое воскресенье, когда вы пойдете в церковь. Но каждое... Но каждое предложение нужно будет начинать с... О, Боже! Да, почему бы нет? Почему бы нет? Какая сложность сказать... О, Боже! О, Боже! Или как там надо будет правильно говорить в церкви? О, Боже! Мне... Это не сложно. Это... Это... Это вообще не сложно. А зато при этом тысячу долларов за каждое воскресенье получу. Вообще без проблем. Я согласен. Я нажимаю... Я нажимаю... Да. Нет, все-таки большая часть сказали нет. Но я... Ну, короче, я не совсем понимаю этих людей, которые нажали нет. Какая проблема сказать... О, Боже! Вот, О, Боже! Они не верят в Бога, что ли? Я, в принципе, это тоже не особо-то верю в Бога, но, блин, я, в конце концов, буду получать за тысячу долларов. Я согласен. Абсолютно. Я нажал на кнопку и не пожалел об этом. А, вы добьетесь успеха во всем, что намеревались сделать. Но в результате вы никогда не почувствуете себя достигнутым, если никогда не сталкивались с по-настоящему брошенными вызовами. То есть я не буду чувствовать себя, что я реально достиг каких-то целей больших, которых хотел, если реально не столкнулся с чем-то реально очень серьезным. Вот прям очень серьезным. Но, думаю, давайте комменты почитаем. Что, если вы намереваетесь почувствовать себя брошенным и добиться успеха? В принципе, я не знаю. Я всего лишь буду не чувствовать. Я буду именно не чувствовать. Может, другие почувствовать. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу. Давайте я нажму нет. Ой, то есть да. И правильно сделал, я думаю. Давайте еще три вопросика и на этом закончим. Расизм перестает существовать. О, какой расизм к русским у нас сейчас. И, к сожалению, и, кстати говоря, я абсолютно против расизма между белыми и темными темнокожими и светлокожими людьми. Темнокожие люди, они такие же люди, как мы, имеют право на жизнь. У меня даже один друг не любит темнокожих. И я не очень-то его понимаю, честно. Короче, расизм перестает существовать, но все женщины унижены и рассматриваются как объекты. У меня такое ощущение, что в этой дилемме расизм все-таки не перестает существовать. Он, наоборот, по-моему, только усиливается. К женщинам исчезает расизм, наверное, между белыми и темными и к русским, может быть. Но зато появляется расизм к женщинам. Женщины это наше святое. Это реально наше святое, поэтому я нажимаю нет ни в коем случае. Это какой-то бредовый вообще вопрос, вот я реально не понимаю. О, кстати. Я думаю, что эта дилемма была бы лучше, если бы в ней говорилось к противоположному полу относится как к объектам, потому что тогда это было бы больше похоже на одну и ту же дилемму для женщин и мужчин. Да. Так, давайте еще пару вопросиков дилемм. У вас будет возможность создать что угодно, даже если это невозможный объект. но вы никогда не сможете испытать любовь, доброту или радость каким-то образом. Вы не сможете создать кого-то вещь, чтобы показать это вам. Опять, если честно, если честно, вообще ничего не поняла в обратной стороне. Давайте, я нажму вот на эту кнопку и пропущу это. вам платят 100 тысяч долларов за работу вашей мечты, но ваша жизнь вычитается на десятилетия. А у меня вопросы к тому, кто придумал эту дилемму. Откуда они знают вообще сколько я проживу? Может, я проживу больше 100 лет проживу? Может, я проживу 80 лет? Может, меньше, может, Тут вообще не могут это жизни, количество жизни не может зависеть от их мнения. Абсолютно не может. Это невозможно, поэтому я нажимаю да. Ну, 50 на 50. Ну, и последний вопросик, а потом для вас будет одно небольшое задание, которое вы сделаете в комментариях. Человек по вашему выбору будет любить вас безоговорочно и заботится о вас всю оставшуюся жизнь. Ага. Но вы становитесь квадрополегиком. Кто такой квадрополегики? Ну-ка, дайте мне сюда телефон, сейчас попробуем загуглить, что это такое. Кто это вообще такое? Так. Ква... Какое слово? Квад... Ра... Па... даже запросах такой не выводится. Квадрополегия. Паралич всех четырех конечностей возникает при повреждении всех четырех конечностей перестанут функционировать тогда. И это... Я и так... Я и без этого обойдусь и нажимаю нет. Ни в коем случае. Ну ладно, а теперь собственно задание для вас, которое вы можете сделать в комментах. Короче, действительно, как я и думал, здесь можно придумать... Можно добавить, отправить в игру свою собственную дилемму. Причем можно неограниченное количество даже. И короче, я создал... Я придумал первые свои три... Для этого... Ну для этого нужно зарегистрироваться обязательно. Я придумал свои первые три дилеммы и я вам сейчас их озвучу. даже вот даже сменим цвет специально, чтобы было... Чтобы казалось, что это уже не та... Что это уже не мне задается она. Значит, первое. Ты станешь бессмертным, но ты никогда не получишь пенсию. Это я придумал, это я придумал. Отвечайте, пишите свои ответы в комментах. Мне будет очень интересно почитать. Для меня это, кстати, очень сложно. Я даже не знаю, что ответить, но можно было бы нажать, наверное, Вторая дилемма для вас. Вы можете попасть в любую вселенную из мультфильмов, игр и так далее и менять там историю по своему усмотрению. Причем, я и тут имею в виду, можно попасть как своим собственным героем, который вы заходите, как кем-то другим, кто уже там есть. Я имею в виду каноничным персонажем можно здесь так. Но вы не сможете вернуться обратно в свой мир, пока не достигнете какой-то определенной там цели. Кроме того, также, если вы умрете, вы не сможете вернуться в свой мир. То есть, по сути, если вы умрете там, вы умрете и вообще во всем себе. Тут, в принципе, очень сложно. Тут надо, тут надо, тут зависеть от того, какую вселенную ты выберешь. если там какую-нибудь дружелюбную, то там шансов на то, что ты умрешь, будут очень малы. И, в принципе, я бы мог нажать на да. И последний, третий вопрос для вас. Вы можете выбрать себе для отношения абсолютно любую девушку, независимо от того, замужем она или нет. Вот бы мне такую возможность. Вы также можете выбрать любую девушку из вымышленной вселенной. Тоже, мультфильмы, игры и так далее. Но вам придется очень хорошо подумать над своим выбором, поскольку у вас, поскольку после вашего выбора у вас не будет заменить выбранную девушку на другую, у вас уже не будет никакой возможности. Вам придется прожить с ней всю оставшуюся жизнь, можно сказать. Я бы нажал, я, в принципе, нажал да. Потому что надо, если жену себя ищет, что надо быть вместе и навсегда. все-таки. Ну, пишите, пишите свои ответы в комментариях, а на сегодня мы закончим. Если хотите предложить свою собственную дилемму мне, пишите в комментах, обязательно я на все отвечу. Но, прошу вас писать свои дилеммы именно под этим выпуском, именно под этим видео, чтобы я точно не упустил никакую дилемму. Именно под этим видео пишите. Думаю, в следующем выпуске я придумаю еще какие-нибудь три дилеммы и задам их вам. Ну, а на сегодня все. С вас, лайкос, подписывайся, сменяй эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримовский канал, на блоговый канал, вступайте в Европу, в ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok